Всем привет! С вами Тристус. Это прохождение Гректех Новый Горизонт. Прошлую серию мы закончили вот в этом данже. За кадром я решил немного продвинуться вглубь, поисследовать это место и столкнулся с проблемой, то что ее обитатели неуязвимы. По ним бьешь, а им вреда не причиняешь. Сначала я подумал, это баг, но залез на вики, почитал по поводу мода Сумеречный лес. Как оказалось, он имеет некую систему прогрессирования. В чем она заключается? Вот этот вот данж, это крепость рыцарей фантомов. И она станет доступна только тогда, когда в строгой последовательности сначала убьешь нагу, потом Сумеречного леча, потом Грибного Минотавра, Гидру. И уже только потом здесь станут доступны мобы для убийства. Сундуки станут открываемыми. Сейчас сундук нельзя открыть. Ну и также можно будет ломать стены. А вот это скорее всего какой-то баг, раз уж я сюда проломился. Здесь вот блоки нормально разрушаются. А здесь они уже имеют систему защиты, как это и должно быть. Вот здесь еще можно убить мобов. А вот здесь чуть подальше уже они неубиваемы. Еще позанимался георазведкой. Нашел жилы никеля, но не совсем мне с ними повезло. Вот это вот жила никеля, нижняя ее часть упирается как раз таки в этот данж. Он здесь большую довольно-таки территорию занимает. Поэтому где-то 3 или 4 нижних слоя этой жилы не сформировались. Вот в этой жиле наоборот. Она слишком близко выходит к поверхности, поэтому нижние 3 слоя есть, а вот верхние не сгенерировалось, потому что там земля. Ну и также нашел еще кучу всевозможных жил. Лазурит, железо, шарды, сафиры, оливины, алмазы. Ну в общем кучу всего. Еще я выполнил несколько заданий. Одно из них на всякие ресурсы из животных. 16 кожи я купил из-за монетки, все остальное добыл. Здесь награду предлагают ножницы, которые никогда не ломаются. У них есть полезная функция. Shift плюс левый клик, например, по сундуку. Можно забрать этот сундук и он окажется совсем его содержимым, у вас в инвентаре. Или можно просто какие-то предметы забирать, такие как лестницы, столбики деревянные, или мотыга. Она также не ломается. Но мне такие инструменты не нужны. Если бы давали какой-нибудь гаечный ключ из такого материала, или можно было их переработать в материал, из которого они сделаны, я бы взял такой инструмент. А так я здесь беру сумочки. Здесь вот эту руду я нашел, добыл. Но тут еще требуется мрамор. Мрамор я пока не находил. Ну и жилу кобальта я нашел с никелем, накопал все эти вещи. Поэтому здесь можно забрать награду. Здесь я, наверное, возьму сумочку. Ну и здесь я не помню, какие задания я выполнил за кадром. Скорее всего, вот эти два. Накопал голену, свинец, серебро. И вот это вот задание. Нашел фокеон, 16 штучек сдал. Здесь можно взять кристалл, который активирует портал. Поэтому в случае чего, если я застряну здесь, я просто заберу награду и активирую портал. Еще выполнил задание здесь вот на сорняке. Наконец-то вывел резиновый тростник. Здесь нужно 16 штук сдать. Сдаем, забираем награду. Здесь я не буду фастфуд сумочку брать. Возьму светящийся камень. Что касается в целом сумеречного леса. Здесь, я думаю, нужно будет продвигаться по достижениям. Вот. То есть, первый моб, точнее босс, который нужно убить, это нага. Ну и само задание, я думаю, будет нас вести в этом направлении. То есть, вот здесь вот, убить нагу. Ее можно либо найти в мире Форест, а можно просто купить яичко вот такое вот. И призвать ее. Я не знаю, насколько нага сильна, поэтому убийством ее я буду заниматься только когда сделаю себе вот такой вот тесак из ванадинной стали, который имеет урон 28. Ну и проапгрейджу его при помощи кварца. Увеличу ему урон. Но, чтобы получить ванадинную сталь, потребуется электрическая доменная печь. А чтобы ее построить, нужен никель. А из никеля, кроме никеля самого, получается еще и платина в качестве побочного продукта. Никель можно еще получить из железа, как побочный продукт. Поэтому, в этой серии я планирую заняться машинками, которые помогут в рудопереработке. А вот здесь я планирую собрать механизмы, которые будут перерабатывать руду. И что для этого нужно? Ну, я думаю, первое, что это отдельный источник питания. Здесь и так большая нагрузка в виде этих машинок. Поэтому сюда я подвел трубу, которая будет подавать криозот. И питаться здесь машинки будут при помощи вот такого вот жидкостного генератора. Который будет потреблять криозот и вырабатывать электрическую энергию. А вот такой у него крафт потребуется. Электропоршни, моторы, шестеренки. Ну, и все прочее. Сделаем моторы. Четыре штучки. Два поршня. Так, не хватает звездочек. Электропоршни есть. Моторы есть. И еще нужно сделать две шестеренки. Делаются они вот таким вот крафтом. Их можно было бы сделать в машинке, но там из восьми слитков они делаются. А здесь, когда мы делаем стержни в качестве побочного продукта, мы половинку слитка этого возвращаем. Генератор готов. В награду дают нефть, дизель и еще какое-то дизельное топливо. Поставлю я его сюда. Посмотрим, подключился он или нет. Да, он подключился. И здесь пойдет проводочек. А в дальнейшем здесь будет стоять батаребуфер. А пока что так. Ну и нужно будет автоматизировать сюда поступление криозота. Поэтому выполним сейчас задание в мультиблоке. На один из конвейеров и 10 помп. Потребуется 20 моторов. Точнее 22. Здесь выложим рецепт. Один из конвейеров есть. На помпы нужно докрафтить еще 9 моторов. И собрать сами помпы. Не хватает роторов. И отвертки. И отвертки. Помпы готовы. А здесь награду дают 16 коксового угля и сумочку второго уровня. Ну и на выбор еще одну сумочку. Тир 2. Теперь можно автоматизировать коксовые печи. Возьму с собой отвертку. И монтировку на всякий случай. А здесь в подвале сделаю вот такую разводку в виде труб. Здесь из подвала будет поступать криозот. Ну а сверху пойдет водичка. Поставим сейчас сюда конвейер. Так, 672. Хорошо, дерево ушло. Первая печка заработала. Ну и саму продукцию я пока буду ручками забирать отсюда. Конвейеры пущу на машинке. А вот помпы поставлю для того, чтобы извлекать криозот. Ну и сверху небольшие проблемы. Поэтому, когда я поставлю, я к вам вернусь. Помпы стоят, настроены на импорт жидкости. В трубу поступает криозотовое масло. И тут я вспомнил, что не все помпы я хотел ставить на криозотовые печки. Ну да ладно, я за кадром докрафтил еще три штучки, которые потребуются для машинок. Ну и одну про запас. Криозотовое масло успешно залилось в жидкостный генератор. А здесь я хочу поставить цистерну. Из нее уже ведрами в паровой котел подавать криозот. Когда у меня будет заканчиваться здесь пар. Сейчас здесь половина. Ну а ведра воды мне уже надоело сюда таскать. И следить постоянно за уровнем воды, чтобы она не заканчивалась. Поэтому я хочу здесь сверху поставить водонапорную башню. На нее как раз таки есть задание. Нужно сделать 26 обшивок водонапорной башни. Делаются они из дерева, латекса, железных стержней при помощи хаммера. Возьмем 26 латекса. Стержни и хаммер. 26 обшивки готово. Здесь в награду нам дают деревянные трубы, сумочки. Ну и надо поспать. Хочу я поставить эту конструкцию на крышу. Я не знаю будет ли водичка из этой башни идти самотеком. Или придется ставить помпу. Поэтому и скрафтил одну про запас. Да что такое? Подключим. Примен. 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 готова ну и раз водичка не копится значит она уходит в трубу значит помпа здесь не нужна водичка успешно поступает в паровой котел ну и здесь на всякий случай ведра воды если вдруг не будет хватать то она хоть как-то спасет ситуации а вода будет уходить очень больших количествах следующая машинка которую я хочу собрать орудно промывочная машина на нее потребуются роторы помпа мотор корпус пара микросхемы провода орудно промывочная машинка готова забираем награду будет стоять она вот здесь на самом деле не очень много рецептов я нашел где бы пригодилась эта машинка но один хотя бы нашел вот здесь вот в качестве побочного продукта получается обычная небольшая пылька чего-либо но эту пыльку можно также получить через центрифугу но например есть вот такая руда называется стебнит мы ее сначала промываем получаем бонусную кучку пыли антимония промытую руду дробим дробленую руду центрифужим и получаем еще одну бонусную кучку антимония но уже вот эту большую пыльку отправляем в примитивную доминую печь с двумя штучками угля и получаем из двух пылик три слитка антимония сейчас я последнее время занимаясь тем то что одна домина печка у меня жарит сталь а вторая перерабатывает материалы например челкоперит перерабатывается с песком таким образом мы получаем медь ну и в качестве побочного продукта вот такую вот ферозелитовую руду точнее не руду а пыльку следующая машинка которую я хочу собрать это термальная центрифуга вот здесь вот на нее задание потребуется две микросхемы пара моторов корпус четырех жильные медные провода оловянные провода термальная центрифуга готова снова награда сумочка поставлю вот сюда кушает она 2 ампера поэтому пока что от нее толку никакого не будет это как за дело на будущее ну и открыть ветку посмотреть что там следующее в заданиях требуется кучка галлиума арсеник следующая машинка это химическая ванна потребуется пару конвейеров стекла проводочек микросхемы корпус так начнем с комп компа и пару конвейеров нужно еще пару микросхем хим ванна готова поставлю ее сюда ну и чтобы в ней что-то получать сюда нужно определенные жидкости заливать можно это посмотреть на примере никеля и так никель если мы его подробим и отправим в хим ванну с некой содой то 70 процентным шансом мы получим еще одну кучку никеля что весьма неплохо ну а содиум можно получить в электрогайзере поэтому еще одна машина которую я хочу собрать это как раз таки и есть электрогайзер здесь заберем награду вот он электрогайзер потребуется 4 золотых проводочка пара микросхем корпус стекло электрогайзер готов будет он стоять здесь ну и так же он уже подключился сам заберем здесь награду по механизмам все можно еще погонять некоторые квесты например сделать вот такую вот тележку которая позволит нам перевозить цистерны с жидкостью потому что если ее снять то жидкость в ней не сохранится а при помощи тележки как раз таки можно сохранить внутри жидкость нужно остальная пластина вот такие вот резиновые шарики можно сделать из слитка при помощи хаммера и напильника дальше колеса нужно будет сделать вот такие для этого нужно два колечка и стержень нужно сделать два штуки соответственно колечко надо было четыре штуки сразу крафтить ну да ладно докрафтим и как там инструменты укладываются колеса колеса есть резина есть стержень и есть и осталось сделать одну стальную пластину чего не хватает по стержней ну и осталось собрать саму тележку тележка готова что здесь с водичкой водичка есть здесь я уже всю воду вычерпал осталось только вот эта цистерна поставлю ее сюда сюда наверное я сделаю помпочку ну и потом мы я думаю настрою или она уже сразу будет принимать водичку когда ее будет не хватать в этой машинке хотя можно посмотреть как эта система работает закинуть сюда вот эту вот пыльку которая начала промываться процесс это довольно таки медленный здесь посмотрю потом что это за магический сундук такой ну ящик и определились награды ну и хочу напоследок открыть сумочки их немножко под накопилось нужно только сейчас скинуть все лишнее так а ее сумку нельзя положить зато можно в сундук что получается по сумкам теперь два две штучки но остальное нужно обменять сюда закинем одно две обменяем получается 10 штук еще один дальтаплан и какая-то вагонетка оловянные проводочки ускоряющийся путь внутреннее хранилище и стивкартс это тоже кстати вагонетка из этого мода лучшенная печатная плата и стивкартс корпус батарейки или батарейка что это такое посмотрим ну какая-то батарейка уголь шестьдесят четыре штуки чистая карта цистерна вентилятор солнечный двигатель рельсы базовый мацератор а вот это уже совсем неплохо и что это такое не пойму какое-то семечко на мацератор есть ли задание да есть задание на мацератор посмотрим вот она забираем награду еще одну сумочку и дальше задания нету давайте еще тогда одну сумочку откроем и здесь еда ну в общем то неплохо совсем на халяву получить мацератор на этого ушло бы какое-то количество стали пара микросхем алмаз что ж на этом я заканчиваю серию всем пока до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч а